Давайте поговорим подробнее о тех деньгах, которые сегодня предоставляет Украине в качестве помощи Европейский Союз. В частности, решение о предоставлении нашему государству 50 миллиардов евро финансовой помощи, которая будет выделяться в течение ближайших четырех лет. Эту и другие темы обсудим с исполнительным директором экономического дискуссионного клуба Олегом Пензиным, который к нашему эфиру присоединяется. Олег Владимирович, приветствую. Здравствуйте. Вечер добрый. Олег Владимирович, тему предоставления финансовой помощи Украине, тема, которая множество разных нюансов включает в себя. Если здесь более-менее решен вопрос с предоставлением 50 миллиардов евро, то есть множество нерешенных вопросов о предоставлении помощи, например, американской стороной. А есть ли у Украины план «Б» в случае, если, например, наши западные партнеры на каком-то этапе вдруг прекратят поддерживать нас финансово? Ну, смотрите, во-первых, сейчас, наверное, нет смысла говорить о плане «Б» на 24-й год, потому что вопросы в основном, по крайней мере, по европейской помощи сняты. Хочу вам напомнить, что в этом году от Евросоюза мы ожидаем где-то сумму порядка 16-17 миллиардов евро. В принципе, в Украине, если мы поднимем государственный бюджет на 24-й год, для покрытия дефицита бюджета нужно было 1,6 триллиона гривен. Это приблизительно где-то там 37-38 миллиардов. У Украины были подтверждены, скажем, обязательства на миллиардов 10-11. И поэтому крайне важным оставались цифры американской и европейской помощи. Будет, не будет. И в действительности мы слышали от государственных чиновников Украины заявление о том, что если средства приходить не будут своевременно, то вполне возможно будут определенные даже задержки выплаты по поводу социальных платежей и индексации пенсии. Хотя, опять же, премьер-министр успокоил, сказал, не волнуйтесь, как бы средства соответствующие там отложены, поэтому никаких задержек не будет. Собственно, по январю месяцу задержек и не было. Собственно, это правда. Сейчас с выделением этих 50 миллиардов евро на 4 года, первый год где-то на уровне 16-17 миллиардов, то, о чем я говорил, это существенно сокращает тот дефицит, который пока не покрыт. Остается где-то порядка 11-12 миллиардов от Соединенных Штатов Америки. Я имею в виду только макрофинансовую помощь. Потому что военно-техническая помощь – это отдельный разговор. В рамках тех 61 миллиарда, которые на сегодняшний момент активно дискутируются в американском парламенте. Хотя, еще раз говорю, смотрите, в любом случае есть достаточно высокая вероятность того, что этот год будет полностью оплачен. То есть все средства поступят Украине. И по уровню обеспеченности ресурсами 24-й год будет мало отличаться от 23-го года. Исходя из заявлений министра финансов, пока есть определенные сложности с пониманием 25-го года. Но давайте проживем 24-й. А он, скорее всего, будет достаточно оптимистичным с точки зрения получения макрофинансовой помощи. А что у нас с подушкой безопасности? Насколько она большая? Я говорю о валютных запасах в Украине. Что-то удавалось туда откладывать? Ну, смотрите. Ведь вся макрофинансовая помощь у нас приходит в валюте. Для того, чтобы выплатить социальные платежи, Министерство финансов продает эту валюту Национальному банку Украины. А тот размещает ее в валютные резервы. Хочу напомнить, что в мае 22-го года у Украины оставалось 21 миллиард долларов валютных резервов. Это мае 22-го года. Начиналась война, активная фаза боевых действий, когда у Украины было 28 миллиардов валютных резервов. На сегодняшний момент у Украины 39 миллиардов долларов валютных резервов. А в ноябре месяце прошлого года была достигнута абсолютная цифра, самая большая цифра валютных резервов, которые были со времен независимости Украины с 1991 года. Это было 40,5, практически 41 миллиард валютных резервов, долларов. Тех средств, которые есть на сегодняшний момент, целиком хватает для того, чтобы обеспечивать бесперебойный импорт и поддерживание валютного курса в рамках тех заданных цифр, в рамках того коридора, который Национальный банк себе наметил. Так что с этой точки зрения это тоже достаточно позитивный момент. К чему обязывают Украину предоставление той финансовой помощи, которую мы сейчас видим? Ну, смотрите, да, в действительности Еврокомиссия, европейцы, после того, когда была принята эта макрофинансовая помощь на 4 года, обязательно обозначили, что эти средства должны пойти на укрепление демократических институтов, эти средства должны усилить экономику Украины, ее, скажем, способность быстро выполнять социальные обязательства, должно обеспечиваться за счет этих средств те реформы, которые Евросоюз в качестве этапов приближения Украины к Европейскому Союзу наметил. Это и обеспечение более полного верховенства права, это и судовая реформа, это и вопросы, связанные с управлением государственной собственностью. Ну, то есть все эти вещи достаточно четко, да, кстати, там и борьба с коррупцией есть, эти вещи, естественно, четко прописаны в плане действий, которые есть между Украиной и Европейским Союзом. И нужно понимать еще один момент, что те средства, которые выделены, они в какой-то степени завязаны с успехами тех реформ, о которых я только что сказал. И деньги будут приходить к нам в процессе успешного реализации тех реформ, которые поставлены Евросоюзом перед Украиной, как конечной целью которого, естественно, является интеграция Украины в Европейский Союз. Так что, вот видите, здесь как бы двойные вопросы решаются. С одной стороны предоставляется помощь, а с другой стороны идет стимулирование, ускорение, реформирование тех вопросов, в которые, собственно, и заинтересовано украинское общество тоже. Оба момента выгодны Украине, в общем-то. Конечно. Никаких подводных камней. Как финансовый мир, как украинский, так и мировой отреагировал на сегодняшнее решение Евросоюза о выделении этих 50 миллиардов. Я имею в виду там котировки валют, например, в Украине. Возможно, это повлияло на курс рубля, кстати. Почему бы и нет? Гривна укрепилась сегодня достаточно хорошо. Нет, нет. Курс рубля. Война. Гривна, понятно, укрепилась. Это очень хорошо. Курс рубля тоже мог подупасть в свете того, что Европа продемонстрировала, что доведем мы Украину до победного конца. Не сомневайтесь. Смотрите, я думаю, что на курс рубля в значительной большей степени может повлиять та тема, которая сегодня в том числе и поднималась на встречи, и которая будет активно будироваться до 24 февраля. Значит, 24 февраля Европейский Союз планирует принять 13-й пакет санкций под годовщину, собственно, вот начала активной фазы большинства. Да. Начало полномасштабной агрессии. И вот этот процесс, о котором мы будем говорить, собственно, я думаю, что этот пакет будет неоднократно обсуждаться. Пока на сегодняшний момент, скажем так, основные комментарии будущего проекта связаны с усилением контроля за ранее принятыми санкционными ограничениями. В первую очередь это касается ужесточения контроля за поставкой Российской Федерации товаров двойного назначения, высоте технологических вещей. Мы знаем с вами, что вне зависимости, несмотря, скажем даже так, на принятые санкционные ограничения, Россия через серый импорт, через другие страны, в том числе страны ближнего зарубежья российского, получают те средства, те источники, те комплектующие, которые необходимы для воссоздания военной мощности своей. Поэтому, естественно, Евросоюз жестко будет контролировать и триаловский пакет в первую очередь будет направлен на это. Появятся новые персональные санкции против юридических и физических лиц. Поляки на сегодняшний момент вместе со странами Балтии в качестве одного из предложений вынесли идею о введении санкционных ограничений на продажу Российской Федерации в Евросоюз с сжиженного газа. Вот как бы мы знаем, что эта ситуация пока никоим образом не отрегулирована санкционными ограничениями. Услышали вот такое предложение от поляков. Российская Федерация ежегодно продает в Евросоюз где-то порядка 18 миллионов тонн, что дает возможность ежемесячно ей получать 1 миллиард евро в качестве оплаты за этот сжиженный газ. Естественно, это волнует наших партнеров. И вот такое предложение по поводу 13-го пакета санкций есть. Естественно, это будет достаточно серьезно обсуждаться. На предстоящих встречах однозначно Евросоюз поставил себе задачу до 24-го числа принять 13-й пакет. Ну да, если кто-то думал, что санкционный потенциал иссяк, то нет. Да и достижения на этом поприще с 12-ю предыдущими пакетами санкций есть значительные. Олег Владимирович, спасибо большое. Олег Пензин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, присоединялся к нашему эфиру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова